После этого объявление воинами. Потому что... А как вы думаете? А как вы думаете? Если хотите быть жестким, будьте жесткими до конца. И если украина, украинские власти на это пойдут, то тогда у нас развязные руки во всем, включая Донецк. Петр Рафаилович, справедливо, в вашей точке зрения, давайте просто точки на две расставим. Значит, Украина даже не пытается нам подать этот конфликт, как спор хозяйствующих субъектов. Мы знаем, что в рыболовной отрасли много таких инцидентов, когда наши корабли подходят к Корее, там, условно говоря, там рыбачат. Корейцы к нам, японцы заходят, арестовывают. Все цивилизованно решается. Потому что решать, что люди, граждане какой страны они являются, это абсолютный нонсенс. Нет вообще никакой логики. Правильно. Вот вы подошли к главному. Поэтому к логике украинских властей я даже обращаюсь. Но они же силой хотят достать всех людей признать себя украинцами. Абсолютно силой требуют этого именно. Секунду, Вадим Валерьевич, Вадим Валерьевич. Вот чего добиваются украинские власти прямо сейчас? Чтобы наши граждане с нашими паспортами, кто-то из них, ну то есть они их не зря же в СБУ вводят, кто-то из них признал крышным украинцам, признал себя украинским гражданином и кем-то еще. А это нормальные русские работяги-мужики, которые уже все сказали. Вот они уже сказали, что они российские граждане. У них есть российские паспорта. И ничего такого, конечно, украина не получит. То есть это чисто политический вопрос. Ну слушайте, как не эта цель, если есть заявление, в том числе капитана, еще в тот момент, когда он был там, который абсолютно серьезно рассказывал, что нам было сказано, что если вы назовете себя украинцами, он вас немедленно, немедленно отпускает. Все то, что вы говорили, абсолютно никакого отношения к делу не имеет. Абсолютно. Ни в подводке, ни в том, что говорил при всем, к моему уважению, Петр Рафаэльович. Иранский кейс абсолютно иной по природе. Поверьте, тут речь идет о следующем. Была попытка незаконной аннексии Крыма. Сразу после нее правительство Украины приняло решение о прекращении деятельности всех, без исключения портов в Крыму. Об этом было уведомлено все международные организации, все страны мира. Поэтому заходы в Крым любых суден под иностранными судами, под украинскими, под российскими, незаконны. Это надо принять как данность. Это первое. С точки зрения вашего Киева. Это не с точки зрения, это с точки зрения международного права. С точки зрения Киева. Заходит иностранство в многокринственное... Было Верховным Советом принято решение о дополнении уголовного кодекса отдельной статьей 332-1, часть 2, в которой говорится, что незаконное посещение временно оккупированных территорий в Крыму является уголовным преступлением и карается лишением свободы до 5 лет. Кстати, не 5, а до 5 лет. Это может быть год, может быть 5, в зависимости от того, сколько раз, в каких целях и так далее. В данном конкретном случае... Сейчас как бы шутите на тему того, что нашему капитану может повезти и посадит его на меньший срок. Впервые за 4 года Украина насмелилась. Кстати, никакие не власти, законно избранное правительство, парламент и так далее. Пора уже уходить от этой риторики. Власти какие-то, все же нацисты и фашисты и бандеровцы. Весь мир... Режим. Хорошо, что вы это понимаете. Режим. Россиян обманываете. Так вот, Украина как государство приняла решение задействовать механизм своей же статьи Уголовного кодекса. Поэтому, насколько я понимаю, как юрист-международник и как юрист, там будет задействован механизм этой статьи, будут предъявлены именно обвинения и капитану, и остальным в незаконном пресечении этой административной линии, там и так далее, в губерной территории. И в зависимости дальше, как суд решит. Тут не идет речь о каком-то там створе хозяйственных субъектов. Тут речь идет о нарушении уголовного законодательства Украины. Теперь дальше. Я что слышу на протяжении уже, наверное, трех дней на российских ток-шоу. Нужно послать спецназ, нужно бомбить, нужно ввести Черноморский флот, там и так далее. Ну, пожалуйста, вы хотите войны, вот вы меня, кстати, с языка сорвали, не нужно использовать этот инцидент, как повод для войны. У России и так уже в жесткой, как говорится, изоляции, под санкциями, там и так далее. Дело Скрипаля, вы думаете, что оно затухает? Оно на самом деле затухает. Но если оно еще будет дополнено каким-то попыткой спецназа, кстати, его встретят в Черезьянске, не волнуйтесь, не переживайте. Есть какой-то попыткой спецназа, либо каким-то попыткой, там, я не знаю, освобождения кого-то, либо что-то. Это сразу покажет, что такое Россия. Понимаете, в таком случае Россия будет выступать как бандитское государство, действительно, как пиратское государство. Это вы себя ведете, как сомалийские пираты, абсолютно. Это делать, пройти чудебные процедуры, нанять хороших адвокатов и, соответственно, доказывать свою правоту. Если ваши маленькие, как вы считаете, доказывать свою правоту, вы их отпустите. И люди с российскими паспортами, а не чьи граждане? Это отдельная тема. Люди себя считают русскими. Вадим Валерьевич. Украина не признает факта насильственного... Им насильно дали паспорты. Граждан Украины в российское гражданство. Вы считаете, что им насильно дали паспорта? По предевским конвенциям, это считается, чтобы вы знали, что... Вы считаете, что они насильно получили эти паспорта? Военных преступлений. Почему же они вам не сказали, что они насильно эти паспорта получили? Это привлечение к военной службе. Почему они радостно не достали из карманов украинские флаги?